В понедельник мэр Даля Штропайте организовала пресс-конференцию. И в первую очередь был обсужден вопрос о здании спортцентра по космосу 28А, который, как известно, 17 января был закрыт, поскольку пожарно-спасательное управление запретило его эксплуатировать. Почему сложилась такая ситуация? Почему три года, в течение которых постоянно указывалось на нарушение противопожарной безопасности, вы бездействовали? – спрашивала глава города у директора спортцентра Николая Харламова. Задала она ему еще один вопрос. Николай, как ты думаешь работать? Не собираешься ты в отставку? Если я уйду в отставку, мне придется баллотироваться, тогда я пройду. Думаю, что советую. Уж столько мне этого пиара сейчас. О моем бездействии. Значит, письмо директора администрации было написано, когда уже, так сказать, пожар разгорался, в 11-м месяце. И, коротенько скажу, значит, огласило оно так, с просьбой изыскать возможность самоуправлению взять здание космоса 28А на баланс самоуправления. И мы не просто отписались. Пишем, что есть такая возможность лыжников, биатлонистов разместить в Геросе Свельтес. Им не нужно для занятий помещение. Им нужно помещение для инвентаря, для хранения инвентаря, для подготовки инвентаря. Все равно они занимаются на снегу, занимаются в спортзале зимой, летом, весенний период. Занятия все на улице проходят. Ну, за редким исключением бассейн и школьные залы. А на Тайкос, на Космоса как таково, они не занимались. Хотя там есть тренажерный зал, но у нас тренажерные залы есть много где. Далее, про гимназию Драугести мы, ну как, рекомендовали разместить там бокс. Он бы занял ринг ползала. Все груши, все подсобные инвентарь можно было бы разместить на потолке. Во время занятий позанимались, после занятий подняли вверх, закрепили, и оно, в принципе, не мешало бы. Я знаю, начальная школа занимается в маленьком зале Геросе Свельтес. Ну, и там начальная школа могла бы заниматься в ползала. То есть, это выход, и выход этот надо искать. Николай, вы сейчас говорите свои видения по поводу, что вы могли видеть, могли, чтобы этот освободить и где-то занять. Но там другие учреждения бюджетные, вы имеете с ними согласование об этом говорить? Вы им предлагали эти прошения или предложения, чтобы можно арендовать или на основании законов, юридических актов? Или это ваше видение? Мне попросили сделать видение. Вообще-то, это не моя компетенция предлагать что-то Геросе Свельтесе или Драугесте. Первый вопрос был конкретно. Забрать на бюджет Савевальдибе космоса. А в этом и говорите. Сколько вы раз обращались в администрацию по поводу выделения средств или по поводу подания информации с проблемой космоса-28? Сколько раз вы обращались? Скажем, бумагоморательством мы не занимались. Вот нам поступила информация после утверждения бюджета в марте месяце. Информируем, что вам выделено 15 тысяч на Тайкос-23 и Космоса-28 на пожарную сигнализацию. И ремонт крыши на Тайкос-23, потому что там крыша течет. Вот эта бумага говорит о том, что все все знали. Еще 10 бумаг писать, я полагаю, это излишне. Вторая бумага от 11 здесь конкретно либо забирает самоуправление этот зал, либо вкладывает средства, я здесь финансово оговорил, либо вкладываем в космоса средства и его эксплуатируем. Но в конце я описываю, что экономически эксплуатировать космоса нам невыгодно. Нам только проблема одна – определить, куда бокс. И это не мне определяет, решение должны принимать другие лица. Вот это и все. Ну, о том, что собирались мы у директора администрации, представительная комиссия, я инициировал, чтобы пожарники собрались у директора администрации. Это было в пятый или в десятый раз. Собирались еще при прошлой власти, но в осыны не там. Значит, пожарники при директора администрации сказали, Николай, ты получаешь из Пеймос и 15 января мы вас закрываем. Об этом знали все. Значит, я ничего лучше не придумал, как написать письмо пожарникам, оно вот у меня есть. Но они ждали действий не от меня. Написать пожарникам, чтобы они пришли и закрыли. Так выходит? Выходит так, но это письмо должны были гарантийно написать самоуправление о том, что мы гарантируем, что на следующий год будет выделено средство. Николай, так вы инициировали сам, чтобы здание это было закрыто. Вам легче его тогда можно будет, как говорится, отказаться от этого здания, я так понимаю? Ну, нет, мы от своих зданий, нам не очень-то хотелось бы отказаться. У нас есть свое видение по поводу космоса. Там давно планировалось снести стену между двумя помещениями. Я имею чертежи, но не знаю, если они кому-то интересны. И там получается очень хорошее помещение для бокса. На сегодня у нас там все в первобытном виде и для бокса, и для других видов спорта. А там мог бы разместиться бокс, ну, скажем, условия были намного улучшены. Мы бы установили стационарный ринг и имели бы они там и тренажерный маленький зал, и раздевалки, и все другое. Но, опять-таки, для этого нужны средства. Но вернемся к реалиям сегодняшнего дня. В пятницу специалист самоуправления Йонас Некрашас, курирующий деятельность спортцентра, уверял, что уже в понедельник в здании по Космосу-28А возобновятся тренировки. Увы, этого не произошло. Зачем тогда в срочном порядке оборудовали временную противопожарную сигнализацию? Ну, это для того, чтобы оттянуть, так сказать, процесс закрытия. Временная сигнализация устанавливалась не только у нас. Устанавливалась и на ЛОКИ, и на других предприятиях временно, чтобы принять решение нормальное. Либо закрываем, либо открываем. В пятницу мы на Космоса-28 в общежитии повзаимствовали эти разовую пожарную сигнализацию, беспроводную, она на батарейках, установили там, где нужно, там, где нам рекомендовали. Ну, и, в принципе, обращались с письмом пожарникам, что просьба прийти и открыть, разрешить нам действие ВИКЛОС. Это деятельность разрешить. А деятельность не возобновлена? Деятельность не возобновлена, потому что по Космосу еще есть запасной пожарный выход. Сегодня наши работники начали его разбирать своими силами для того, чтобы своими силами сделать. Нет проблем, мы сделаем все своими силами, найдем средства. Это не такие большие средства. Хотя, конечно, что-то отберем у детей, у спортсменов, чтобы туда вложить. Но надо решать этот вопрос конкретно. Либо мы открываем его, либо мы закрываем его. Если мы открываем Космоса, через год-два-три у нас запустится грибная база, и те грибцы, которые занимаются на Космосе в зимний период, они перейдут на занятия в грибную базу. И через два-три года опять станет проблема нерентабельности Космоса. Поэтому я считаю, что политическое решение должно быть такое. С Космосом распрощаться. Это я говорю не как директор, а говорю как человек, живущий в городе и имеющий считать деньги. Знаете, вот я вас слушаю, мне даже смешно. Руководитель учреждения бюджетной организации, бюджетное учреждение Писагинского самоуправления, директор так говорит. Во-первых, мы должны придерживаться законов и юридических актов в своей работе. Во-вторых, вы, если захотели отказываться от этого здания, есть план действий. Вы должны посчитать каждую копеечку, которую вы тратите, нужно, не нужно. Решить вопрос, как выселить и куда их потом решать. Ни в каким образом на сегодняшний день мы этого здания не можем отказаться. Сегодня должна быть выполненная сигнализация противопожарная. И там должны заниматься наши молодые люди. То есть процесс мы не должны прерывать из-за этого здания. Это вопрос, может, будущего. Мы должны действительно посчитать, сколько мы имеем имущества, сколько нам нужно его. Можем ли содержать. Бюджет у нас не резиновый. Мы должны, в будущем надо будет, наверное, и немножко прижать свои возможности, потому что мы должны считать все, просчитывать все варианты. Но на сегодняшний день специально вызвать пожарных, чтобы закрыть. Я так поняла. Чтобы закрыть это учреждение, это вообще так не должно быть. Мы должны отвечать за свою работу. И руководитель учреждения Николай Харламов также должен знать, что так, таким образом закрывать помещение мы не имеем права. Мы должны знать, куда мы выселим, какие у нас, как мы, сколько денег будем иметь на ремонты. Только тогда. Я думаю, что это правильно люди сегодня, наши жители говорят, что это просто сделано. Было очень некорректно, очень некрасиво поступили. И поступили мы с людьми, которые там занимались, в этом знании. Мэри, мне очень лестно то, что вот вы сказали, потому что мне надоело лавировать между теми, кто хочет закрыть, кто не хочет закрыть. Мы сегодня уже у себя... Во-первых, почему у вас, вы говорите, почему у вас на стадионе лежат все лодки? Почему они во дворе лежат? На снегу был дождь, на дожде, на снегу. Почему вы не решили вопрос, куда сложить лодки? Это еще второй вопрос. Это бесхозяйственность. Эти лодки, они просто сегодня гниют. Гниют там на улице. Почему до сих пор не решен вопрос? Почему немедленно, я уже фотографировала, ходила, почему эти лодки на улице? Эти лодки... И еще вопрос, так и люди задают. Где вы лавируете, кому вы хотите льстить, кому вы хотите... Почему вы лавируете? Вы должны иметь четкое свое мнение. Почему вы всех боитесь, что ли? Ну, хорошо, я отвечу на все эти вопросы. Значит, в течение, наверное, последних десяти лет мне постоянно рекомендуется закрывать, закрывать, закрывать космоса. Кто рекомендует? Директор администрации, ну, чего тут скрывать. И надежда, что оно убыточно. На сегодня мы готовим... 24-го мы должны собраться у вице-мэра, и на сегодня мы готовим полную бумагу с полными выкладками о том, чтобы космоса существовало. О том, чтобы на первом этаже был бокс, нужно вложение. О том, чтобы на втором этаже была женская раздевалка и туалет и мужская раздевалка, и туалет нормальные. И вариант, либо там можно хостель открыть с расценками для проживания, либо там комнаты, ненесущие стены, сносятся, и делаются три нормальных тренажерных зала. И то есть все остается на своих местах. У нас там на сегодня арендаторы Барракуда 50% по договору, Атлетический клуб, они 100% платят за аренду, и по наудосту Тортиз с третьим возрастом университетом, и клуб Скорпион. То есть эти две организации, там порядка 3-5 евро платят в месяц, только за освещение. И плюс методист наш там занимается с ней, то есть с людьми ограниченными возможностями, тоже с ними занимается. То есть там пустует только первый этаж. Ну, с первого этажа надо приводить порядок, и просчитывать цены я могу только прелюбинарно. Поэтому мы готовим только одну бумагу, первый вариант о том, чтобы здание эксплуатировать дальше. Потому что потом опять возникнут проблемы, куда деть людей со всем этим закрытием. Возможно, когда-нибудь и возникнет вопрос этот, но это будет позже. А на сегодня здание нужно нам, нужно для эксплуатации. Так, по лодкам. Все дорогостоящие лодки у нас вместились в подтрибунное помещение. Те лодки, которые на улице находятся, у нас нет помещений, куда их сложить. Мы как-то складывали в подвал на тайкос, но там пожарники нас предупредили. Подвалы не должны быть захламленными. Поэтому уже несколько лет лодки находятся на улице. В этом году, точнее в прошлом, в 17-м, обещали договориться со строителями, что уже в готовом эллинге будут храниться лодки. Они договариваются по сегодняшний день. Я к этому не то, что не причастен, но это не моя компетенция. Договаривались и нам сообщили, что это строительная площадка, и там ничего не должно быть постороннего. Просто строители не пустили на нас. Хотя там можно было с нашими стеллажами просто занести и потом вынести весной. Но они на это не пошли. Не знаю, почему они такие злые на нас. А эти лодки, порядка 20 лодок мы выбрасываем ежегодно. Причем, если раньше 2-3 лодки в год мы покупали в конце года, то в последнее время на инвентарь для грибцов нам ничего не выделяется. Однако вернемся к вопросу о здании спортцентра по космосу. На заседании у вице-мэра было принято такое решение. Очень конкретно. Спасибо. Значит, 24-го вы свое видение выкладываете. Мы рассматриваем. Если нас это не устраивает, создается рабочая комиссия, и рабочая комиссия принимает решение. На сегодня я бы хотел, дайте мне 100 тысяч на... И мы бы все там сделали. Но кто это даст? Ну так вот, нужны средства и на грибную базу. Везде нужны средства. И бюджет не разорвется наш. Не 100 тысяч. Дело в том, что после установки сигнализации в следующий момент мы не получим гигиенический паспорт. Там должна быть вентиляция. Раньше на 5 лет получали гигиенический паспорт. Сейчас гигиенический паспорт выдается навечно. И там они стали еще более требовательнее, чем пожарники. Поэтому изготовил пожарную сигнализацию, все сдав пожарникам. Следующий этап, я вот говорю, чтобы вы все знали, самоуправление, этап получения гигиенического паспорта. Это тоже не так просто. На вентиляцию средств уйдет в 3 раза больше, чем на пожарку. По поводу молодежного центра, который там Тамара Говоронская с ними работала, который выигран был проект. Почему вы решили их выселить? Нет, по поводу молодежного центра, значит так. Не то, чтобы решили выселить. Мы так оставляли себя от души, но чтобы там отдельный вход туда поселить биатлонистов. Но подумав, я считаю, что это хорошее веяние для молодежи. Я сам там бываю каждый день, я их знаю наизусть. Одна из девочек ходит на футбол, я всю эту молодежь знаю. Так скажите, пожалуйста, какое сейчас ваше решение? Вы прислушались мое предложение? Давайте я скажу до конца. Значит, мое решение такое. Это помещение наше, R2 мы оставляем себе. У меня есть, скажем, где полставки педагога выкроить. Только я буду обращаться на имя директора администрации, чтобы он нам поменял, скажем, одну должность на другую. И туда нужен человек с педагогическим образованием обязательно. Я думаю, что вы должны просчитать каждое здание, сколько вы тратите, как вы можете уменьшить свои затраты. Особенно и баня, которая была, это на Тайкос, и Космоса 28. И, конечно, здание нашей, здание акробатики, школа где была. Поэтому надо считать и надо думать. Но сейчас отказываться. Нет какого здания, мы не имеем просто права. Пока идет учебный год, пока идет финансирование дано, вы должны эти вопросы решать. Мы так и будем делать, Мэри. Спасибо. Но по поводу экономии, если у нас было в 2016-м 8,5 долг, то 2017 год мы сработали уже хорошо, кое-что позакрывали. Тем более я с вами общался, вы мне рекомендовали некоторые вещи в плане экономии. Я к ним прибегнул. Большое спасибо вам.